всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду как вы уже поняли из названия сегодняшний выпуск посвящен чизкейку если трезво взглянуть на вещи если посмотреть на все рецепты чизкейков то можно сделать вывод что во первых этих рецептов вагона маленькая тележка а во вторых все они делятся условно на две глобальные группы одна группа это чизкейки которые выпекаются а вторая группа это чизкейки которые не выпекаются то есть в первом случае крем начинка чизкейка застывает в холодильнике потому что у нее добавлен желатин во втором случае этот самый крем начинка становится более плотный так сказать застывает не застывает в результате выпечки я сам эти чизкейки ел нечасто и поэтому однозначного так сказать мнения какие из них не нравится больше какие меньше не имею и сегодняшний выпуск я решил построить таким образом я выпекаю чизкейк 1 я готовлю чизкейк без иточки 2 сравнивать пробую и после этого смогу уже дать какие-то рекомендации вам и высказать свое мнение какой чизкейков мне нравится больше сейчас мы с вами едем в магазин для того чтобы приобрести необходимые продукты магазин этот я уже показываю периодически я отзывался о нем это магазин для рестораторов у него нет своего сайта поэтому купить что-то в нем может только приехав непосредственно в него поэтому не спрашивайте ссылочку на карте может быть там смогу дать или адрес какой-то ну это только для тех кто будет наших краях вот понадобится уже подъезжаем к этой самой пуги так что зайдем часа внутрь и посмотрим что там есть почему в него поехал потому что цены на ну а точнее дорогие там сыры и на прочее там все-таки ощутимо ниже чем в обычном супермаркете заходим вот филадельфия такой сыр подойдет но здесь двух килограммовая банка многовато мне понадобится максимум килограмм на два чизкейка вот кстати говоря маскарпоне 500 грамм для таких банки по 327 так а теперь нужно сахарная пудра вот пожалуйста сахарная пудра 3 килограмма пудра на что нибудь использую в конце концов потом пойдем остыскать так вот масло килограмм президент 200 сервера на возьму вот этот упаковку так еще нужна сметанка на сметанку я в другом магазине возьму там уже совсем немного есть я взял сыр для начинки масло пудру и взял клубнику замороженную еще понадобятся сливки здесь большой объем только поэтому брать не стал в другом магазине на закуплюсь итак добрался до дома может приступать к процессу для первой части к нам понадобится мука яйца сахарная пудра масло лимон и лимонная цедра для второго клубника короче прочитаете список на экране процесс на сегодня растянется поэтому зря терять времени будут тесто для первого чизкейка будет песочная масло сливочное из морозильника его нарезал кусочком предварительно чем холоднее тем более песочным будет тесто вообще говоря в классическом варианте песочного теста масло надо смешивать с мукой на доске и рубить его ножами потому что в блендере из-за высокой скорости вращения ножей смесь все-таки нагревается масло начинает подтаивать и тесто становится самым таким песочным поэтому особенно не усердствуйте ну вот смотрите песочек и надо добавить сахарной пудры смешать старательно соли немного и вот теперь добавляю яйцо яйцо тоже совсем недавно из холодильника достал и старательно перемешиваю а теперь можно немного поработать руками но без фанатизма так слегка помять чтобы тесто более-менее склеивать и все и сразу расплющу немного вот как-то так надо его убрать в холодильник на час и масло и яйца содержит влагу а глютен от влаги набухает результате тесто становится более эластичным но от тепла рук при вымешивании масло начало подтаять жир как начал таять и в результате если сейчас не заморозить это тесто мы не заморозить не охладить сильно она будет не таким песочным поэтому нужно совместить одновременно и набухание глютена от влаги в холодильнике и застывание масло обратно тогда мы получим идеальный песочный вариант идеальное песочное тесто так скажем самое время заняться основой для второго чизкейка мне надо измельчить печенье и смешать его с размягченным сливочным маслом да в этом случае размягченным чин тоже готова выпекать его не надо так ну и хватит пожалуй отлично смотрите какая красота можно формировать основу я использую разъемную форму для тортов надо листья бумаги чтобы потом все снять на вот смесь сюда и разровнять как следует уплотнить придавить пропорции я сегодня давал из расчета размера формы в 24 сантиметра диаметром все хватит включить можно убирать холодильник чтобы эта основа была плотной и не размокла от начинки нужно дать время маслу сливочному застыть а теперь начинка первым делом надо замочить пластинки желатина как раз пока я буду заниматься взбиванием он и набухнет сливки у меня 35 процентной жирности чем сильнее их охладите тем легче они будут взбиваться что касается взбивания можно конечно делать это и миксером но я предпочитаю ручной венчик очень легко не уследить и перевзбить их в результате они расслаиваются на масло и сыворотку поэтому лучше вручную чуть медленнее но зато надежнее проще контролировать теперь можно понемногу добавлять сахарную пудру ложки две наверно будет достаточно остальная пудра пойдет как сливочный сыр таки уже от ручного труда на кухне кисть устает смотрите какая консистенция супер отставлю их пока в сторону и возьмусь за сыр добавить сюда цедры лимона у меня же будут лимонные чизкейки как вы вероятно догадываетесь цедру можно не добавлять можно вообще какой угодно ароматизатор использовать это вопрос ваших предпочтений и сразу добавлю лимонный сок нужен ароматный чизкейк с кислинкой так про желатин забыл отправлю к его на 15 секунд переволновку можно было бы конечно и в кастрюльке прогреть но у меня нет настолько маленьких кастрюлик и как следует размешать до однородности вот так будет отлично а теперь все соединяю вместе сливки и сыр перемешивать лучше лопаткой и аккуратно кстати чуть было не забыл немного ванильной эссенции вот так вот и перемешать теперь сюда же желатин и опять перемешать как следует так крем первого слоя готов как там поживает основа снова прекрасно поживает масло уже застыло и скрепил крошку крем такой ароматный тут и ваниль и цедра супер надо старательно разровнять можно слегка постучать по краешку все опять в холодильник нужно чтобы этот слой тоже схватился так надо включить духовку разогреваться 190 градусов будет нормально и пока она греется я приготовлю смесь для второго слоя это у меня замороженная вернее теперь уже размороженная клубника мне надо превратить ее в пюре да опять блендером малая механизация на кухне значительно облегчает готовку здесь у меня набухает вторая порция желатина три четверти стакана воды и шесть с половиной пластинок желатина тоже их в микроволновку секунд 15-20 на мощности в 900 ватт будет вполне достаточно кипятить не обязательно и перемешать до однородности до равномерности до растворения а теперь к ягодному пюре сахарную пудру и желатин и опять перемешать целый день все перемешиваю перемешиваю конечно же никакой нужды именно в пудре здесь нет просто слишком уж много пудры купил в магазине и девать теперь некуда вы можете сахар класть по вкусу почхор готово можно завершать сборку первого чизкейка надеюсь первый слой уже схватился да можно выкладывать вот так и немного потрясти чтобы разровнялось все и опять убираю в холодильник теперь уже минимум на пять-шесть часов на самом деле до завтра пока я занимался первым чизкейком и тесто дошло до кондиции самое время разобраться с основой для второго надо раскатать я это делаю на бумаге для выпечки ну а теперь форму на дно формы также кладу бумагу собрать щелкнуть и тесто аккуратненько так вот и разровнять чтобы при выпечке лучше держала форму надо поработать немного вилкой вот так и теперь в духовку она уже хорошо разогрелась сразу температуру понижаю до 170 градусов почему понижаю да потому что выпекать нужно при температуре в 170 градусов если бы я сразу 170 поставил то в тот момент когда дверцу открыл весь теплый воздух из духовки вышел и там уже не 170 а 150 140 сейчас температура понизилась до нужного мне значения поэтому я опять поворачиваю регулятор на самом деле еще один момент есть у меня духовка верхний нижний нагрев если включать только нижний то очень неравномерная температура по высоте духовки получается по всему объему поэтому я включаю верхний и нижний но датчик который там стоит если я ему поставил температуру 170 градусов открыл духовочку теплый воздух вышел я ее закрываю и начинаю выпекать а датчик видит что там не 170 и он включает тены верхнего нагревательного элемента на максимум в результате получается он включил на максимум сразу у меня верхняя часть начинает даже подгорать то есть это я приноравливаюсь к своей духовке а вы свою духовку лучше всего знаете поэтому смотрите может ему нужно сразу 170 поставить еще момент если вы использовали форму большего диаметра или просто тесто меньше приготовили и у вас слой теста тоньше то чтобы середина не вздувалась пузырем можно насыпать на донышко поверх теста сухой фасоли там или гороха они при выпечке не дадут вздуться середине немножко так придавят а после выпечки удалить их и все ладно пока выпекается самое время заняться начинкой и опять взбиваю сливки вспомним что они должны быть очень холодными так и сразу сахарной пудры немного и продолжаю взбивать очхор достаточно теперь надо смешать яйца вернее желтки и оставшуюся часть сахарной пудры мне понадобится парочка и взбиваю до однородности вот в этом случае можно и электрический миксером воспользоваться здесь опасности перевзбить нету смотрите смешал теперь можно добавить немного несладкого йогурта ну или может сметаны что там у вас есть не знаю сразу же ванильного экстракта и опять смешиваю до однородности так теперь займусь сыром и опять старательно перемешиваю как следует ну и последние штрихи так сказать ароматические цедры лимонов натираю опять же на терке стараюсь что вот эту вот белую часть не зацепить белая она же горчить будет и лимонный сок тоже надо выдавить да я же не предупредил чтобы лимонный сок был лимонным таким ярким вкусным чтобы спелый лимон у вас получились резать их надо очень острым ножом указайте каким правильно спонсорским самуру хай карбон и теперь перемешать не обзавелись еще спонсорским ножами перемешать до однородности как следует вот так отлично а вот теперь сюда потихоньку добавляю взбитые сливки и аккуратно лопаточкой перемешиваю ну и все начинка для второго ческека готова а основу уже можно доставать из духовки смотрите что у меня получилось получилась и такая неровная красота не будем терять время сразу заполним начинкой вкусноти необычайная и разровнять все отправлю выпекаться температура 120 градусов верхний и нижний нагрев средняя полка остается дождаться окончания выпечки у меня небольшой перерыв а вы пока освежите основные этапы готовки в памяти и 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 так чизкейк готов вернее так он не готов он пропекся полностью сейчас он у меня остынет и где-то через часок я отправлю его в холодильник остывать а пробовать буду завтра час прошел чизкейк уже остыл и я собирался было его уже убирать в холодильник но мне пришла в голову мысль и этот тоже украсит поэтому я выдавил апельсинового сока замочил пластинки желатина добавил сахара в если в моем случае опять пудры это неважно можно сахар добавлять старательно перемешал до однородности и выливаю теперь это сюда ух ты размыл безобразие буду делать в два приема так и вот в таком виде убираю уже в холодильник вот теперь точно до завтра прошла ночь и можно так сказать стрескать пару кусочков чизкейков на завтрак касательно вот этого желтенького да я вчера поторопился начал слишком рано заливать апельсиновым желатином все дело чизкейк не успел схватиться застыть не повторяйте мою ошибку вообще нужно было наверное его не просто час подержать в тепле а еще часа два в холодильнике и только после этого уже охлажденным желе не застывшим но его уже таким прохладненьким аккуратненько заливать поэтому мне пришлось это делать в два приема то есть я вот начал на ваших глазах безобразие творить дал застыть и долил потом но все равно как видите немножко напортачил ладно давайте пробовать уже и начну я пожалуй как раз таки вот с этого с неправильного да с выпеченного так обратите внимание вот этот песочный корж пропитался тоже самым кремом он немножко влажный как я люблю нет не тоже чрезмерной сладости даже конкретной сладости не ощущается в этом креме он слегка сладковатый он насыщенно лимонный он очень аромат за счет лимонной цедры апельсин апельсиновый джем почти не почувствовал его оттенков еще разочек чувствуется но слабо может можно было апельсиновый джем посильнее упарить чтобы сконцентрировать его вкус не знаю ну знаете это неплохо это неплохо и по мягкости по нежности это на голову превосходит все чизкики которые мне доводилось пробовать в разных заведениях в ресторанчиках в кафешках и так далее ну ладно давайте попробуем теперь второй который без выпечки мне интересно какой из этих рецептов лучше и какой вам я могу смело порекомендовать так теперь тот который без выпечки видите печенье здесь оно скорее масляное чем пропитанное кремом а вот джем этот клубничный выражен гораздо более ярко так знаете клубника чувствуется ярко а вот крем в данном случае несколько более нейтральный я бы сказал ему не достает кислинки яркости он очень нежный он даже он более однородный более нежный как в случае с вот этим с лимонно апельсиновым но не достает яркости еще кусочек чтобы досконально определиться так это вкусный да но я бы наверное к вот этому самому клубничному добавил больше яркости в крем то есть надо было добавить больше лимонного сока возможно больше цедры может быть будет лучше и так мой выбор несмотря на значительно меньшую презентабельность вот этого самого желтенького именно он он мне нравится по вкусу больше он ярче но вкуснее и несмотря на то что больше времени требует на работу над ним работа с тестом выпечкой и так далее вкус нравится больше может быть кстати если вот этот лимон и сверху покрывать джемом из клубники вообще будет ураган и возможно я уже не на камеру отдельно попробую сделать именно так вы же можете смело повторять а самое главное не сказал насчет выпечки зачастую вот эти выпекающиеся чизкейки готовят так форму заматывают фольгой плотно снизу и с боков так чтобы вода не попала потом в глубокий противень наливают кипятка погружают в этот кипяток на одну треть высоты форму с чизкейком и выпекают 270 в этом случае чизкейк припекается быстрее у меня он выпекался где-то час двадцать наверное на температуре 120 но это не показатель потому что духовки все пекут по-разному несмотря на то что вы на термометре указываете одно на самом деле это может происходить совершенно другое нужно следить за тем чтобы чизкейк схватился и вел себя как желе когда вы трясете форму с чизкейком он весь вот так вот вибрирует вот в этот момент нужно его вытаскивать из духовки сколько у вас это займет в вашей духовке неизвестно если будете пользоваться способом запекания в водяной бане в духовке помещайте противень на самую нижнюю полку и тогда у вас будет вообще все отлично вот теперь спасибо вам за компанию спасибо за активность на канале разнообразную спасибо вам за репосты всем пока и до новых встреч пока пока Редактор субтитров А.Семкин